И сейчас поговорим с Давидом Сакварелидзе, это заместитель генерального прокурора Украины от 2015 до 2016 годов, депутат парламента Грузии с 2012 по 2015 года и первый заместитель главного прокурора Грузии с 2008 по 2012 года. Давид, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Слава Украине, слава Грузии. Героям слава, слава Грузии. А вот я хотела спросить вас то, что сегодня красной линией проходит точка невозврата, которую мы увидели сегодня на площади Руставели на проспекте. Об этом пишут телеграм-каналы и вы нас с такой формулировкой. Это точка невозврата. Это не первый раз митинги, это не первый раз такого размаха. Возможно, участники митингов немножечко поменялись, тут очень много молодежи. Вы считаете, что это настолько переломный момент, который может развернуть историю и вот эти 30 лет практически оккупации, они могут стать первым шагом к освобождению Грузии? Совершенно верно. Вы знаете, до этого были разные митинги и демонстрации. И хочу с полной уверенностью вам сказать, что это первый случай, когда народ самоорганизуется. Точнее, второй случай. Первый случай был, когда депутат Российской Государственной Думы соизволил занять место спикера парламента Грузии, будучи какой-то делегацией. 20 июня, когда люди самоорганизованно выступили с протестом и их разогнали слезоточивым газом и резиновыми пулями. И был огромный скандал. А сейчас уже фактически все понимают, что то, что было раньше, это уже не случайность. То есть вы упомянули молодежь, и это по-настоящему переломный момент в истории современной грузинской жизни. Поскольку молодежь до этого времени особенно не интересовалась политикой, современной технологией, как бы социальной сети, интернет и разные, так сказать, и демотивация самой жизни в Грузии. Они просто предпочитали вообще не влазить, не вмешиваться политикой, просто эмигировать, покидать страну. И они просто, ну, был такой тренд, что, ну да, нами управляют дураки, смеялись часто над ними, над представителями власти, захватившей государство Грузию. А сейчас все поняли, что, в принципе, уже эта точка невозврата, и Грузия захвачена настоящими врагами, настоящей новой Грузии, которые всячески тянут Грузию туда, где ей не место. Ее невозможно туда затянуть. Это там не 93-й год, это даже не 2003-й год, это 2023-й год. Тут уже совершенно другие стандарты, совершенно другой уровень свобод. И это так просто не пройдет. Вот они, я думаю, что уже полностью потеряли связь с реальностью. Также потеряли столицу, потеряли молодежь, которая понимает, что врагов Грузии, вредителей, которые хотят превратить Грузию, что-то между Россией и Белоруссией, нужно убирать. И с этим нужно заканчивать. Давид, у меня сейчас вопрос будет по президенту Грузии Саламе Зоробишвили. В интервью CNN она высказала поддержку протестующим. И короткая цитата, у властей последний шанс показать, что их заявление о том, что они проевропейские, не пустые разговоры, что Европа это куда они и вправду движутся. Мне очень странно читать и смотреть такие заявления действующего президента Саламе Зоробишвили, который находится сейчас с визитом в Соединенных Штатах Америки. Почему она говорит, что у властей последний шанс показать? А президент Грузии это что, разве не представитель власти? Почему такая непонятная двоякая оппозиция? Пытается ли она себя выдвинуть сейчас в качестве оппозиции к правительству? Либо что происходит? Как расценивать эти заявления? В первую очередь я хочу внести в ясность для украинского телезрителя, который не до конца, наверное, в курсе, что произошло в Грузии, как это особо вообще оказалось на посту президента Грузии. Ее тогда насильственно с абсолютно сфабрикованными насильственными купленными выборами в лучших российских традициях поставил сам Бедзина Иванишвили. У нее сейчас просто включился инстинкт самосохранения. Она все-таки выросла во Франции, там сформировалась как человек, как личность, как дипломат. И она понимает, что есть определенные линии, после пересечения которых уже точка невозврата и будет реакция Запада. Она видит, что Иванишвили, олигарх, захвативший государство Грузии, стремится и падает уже в яму. И она просто пытается сейчас от этого отместиться. Поскольку у протестующих нет к ней доверия, ее, в принципе, заявление особо большого эффекта не имело, потому что ей все это время задают легитимный вопрос. То есть, имея право на помилование. Почему уважаемая моя президент Соломя Зурабишвили не помиловала, например, директора ведущего оппозиционного телеканала и самого известного журналиста Никакуарамия, который сидит в тюрьме, которого закрыл Иванишвили, и она на это не реагирует? Разве это европейский образ ведения политики или защиты прав человека? Конечно, нет. Почему она не помиловала Михаила Саакашвили, и его предыдущего президента, и за уважение к институту, и за уважение вообще Грузии, ее будущего, и так далее? Она спокойно смотрит, как человека убивают в тюрьме, и так далее. Ну, вот эта попытка просто отмыться от этой грязи, и она понимает, что вот этот процесс уже не остановится. В принципе, большого значения не имел, хотя то вето, которое она собирается наложить, конечно, важно. И это будет дополнительно один из инструментов для протеста, который, я думаю, что ни сегодня, ни завтра не закончится. И закончится, наконец-то, освобождение моей Родины, которая была захвачена абсолютно дикими вандерлогами и русской агентурой с 2013 года. Просто украинцы, мои друзья, и братья, и сестры, все детали грузинской политики не знали. Они какая-то часть, наверное, думали, что, ну да, поменялась власть, и мы как-то критически настроены на людей, которые захватили Грузию. Но вот украинская война, в принципе, все поставила на свои места. Поставила на свои места, и все маски сброшены. Уже понятна оппозиция, понятно, кто есть кто и где находится, и кто на светлой стороне, и кто просто губит и свою собственную страну. И пытается украсть будущее вот этой светлой части общества, которое сегодня на Руставеле. Я немножко перескочу сейчас на другую тему. Но вы как человек, который знает изнутри, как работают там силовые структуры, органы и так далее. Возникал вопрос и неоднократно по поводу того количества людей, которые приехали из Грузии, ой, из Грузии, я прошу прощения, из России, те, которые бежали от мобилизации. Их огромное количество, особенно в Батуми. Там мы посчитали из 10 людей проходящих, 9 из них говорят на русском, и только одного можно увидеть грузина. И возник вопрос, а за счет чего все эти люди там живут, учитывая, что они практически очень неплохо проводят себе время, очень высокие цены на недвижимость сейчас, чтобы снять квартиру. Но не могут же ли они все быть айтишниками? Возможно, элемент конспирологии в этом есть. Это все люди, действительно, бежавшие от мобилизации, или они там не случайно находятся? Впрочем, как и в Тбилиси, многие находятся не случайно. Как вы оцениваете ситуацию? От них можно ждать чего-то нехорошего или нет? Ну, вы знаете, не все могут бежать в Дубае или в Турцию, поскольку там еще дороже. И Россия достаточно большая страна, и несмотря на сумасшедший уровень коррупции и беспредела в России, все равно определенный малый бизнес даже, или там ниже среднего бизнеса жил достаточно неплохо. И они могут, наверное, позволить себе пожить в Грузии чуть-чуть. Ну, в Дубае, например, сбежало где-то 700 тысяч россиян, поскольку там такой самый элитный, самый дорогой, так сказать, сегмент, у которого достаточно большая жировая пластолька, благодаря такой безответственной политике наших западных друзей, которые позволяли им, в принципе, зарабатывать все это время за счет нефти, газа и природных ресурсов. И вот это привело сегодня к этой трагедии. Но сейчас давайте не об этом будем. И вот какая-то часть просочилась в Грузию. Поскольку Грузия маленькая страна, их просто видно, поскольку самих грузин, моих сотрудников осталось достаточно мало. 30% населения и даже больше эмигрировало из страны за 10 лет из-за того, что государства нет, они не видят перспективу в руках этих людей, которые сегодня выступили на цирковой арене. И один сумасшедший, значит, любимый депутат, любимчик Иванишвили заявил, что революция роста 2003 года, оказывается, была революцией иноагентов, которые захватили Грузию и довели ее до всех этих бед. И что Майдан в Украине ничего хорошего не принес. Вот чисто такой русский нарратив, такой, что принес войну, горе украинцам, разруху и все остальное. И вот они делают все, и сейчас хотят, значит, определить пересчитать этих агентов и поставить их, значит, что жесткие, так сказать, ограничения, чтобы не повторилось то, что, значит, то, что повторилось в Украине. Я не вижу никакой угрозы от русских дезертиров и эмигрантов, которые заселяют сегодня Грузию, поскольку я вот сейчас, друзья уже скидывали мне чаты, следя за происходящим, за злыми грузинами, которые вчера и сегодня протестуют на центральной площади и в городах, они уже постепенно собираются валить обратно или в Мордор, или, если есть, наверное, возможно, или в Турцию, или куда-то дальше. Я просто помню, я вырос в военном городке в Твилиси, где проживали семьи пограничников, офицеров. И как только Грузия получила независимость в 1991 году, в нашем городке, в принципе, осталось минимальное количество россиян и русских, которые начали массово продавать квартиры и выезжать из страны. Как только в Грузию придет правильная власть и четко проведет линию, куда эта власть стремится, кого поддерживает и вернет государство, в первую очередь, Грузии в нормальное русло развития и вернет достоинство и веру в будущее людям, то они также истерически и быстро, намного быстрее будут оттуда бежать, как крысы. Поэтому меня это абсолютно не смущает. Не вижу в этом никакой грозы. Давид, а видите ли вы выходом из ситуации досрочное переизбрание парламента и смену правительства? И как вы считаете, вообще, ну вот, эти протесты, кто-то, по сути, должен в итоге будет возглавить? Ну, хотя бы объяснить, что вот мы и есть преемником и рупором того, ну, давайте назовем Майданом, да? По-грузински же тоже будет Майдан. Во-первых, мы не знаем, как это будет продолжаться и какую форму и куда оно перелется, поскольку вот так, как они себя сейчас ведут, там, постоянно распрыскивая газом и холодной водой в зиму, и, значит, задерживая демонстрантов, оно этим не закончится. Сегодня вышло еще больше людей, чем было вчера, поскольку они увидели тот беспредел, который случился вчера. То есть, они даже не подождали, что, может, там люди рассосутся сами по себе, то есть, протест за взботок и так далее. Они сразу решили в русских лучших традициях действовать и разгонять демонстрантов. Люди набираются опыта, люди все больше координируются, оппозиция все больше и больше, наверное, все-таки учится, и общество само учится. Поэтому, я думаю, что, естественно, все дойдет до перевыборов. Любой Майдан и любая улица, и уличные события, и уличные протесты доходят до формализации этого процесса. Я даже в этом не сомневаюсь. Я просто не представляю себе, как сейчас Бедина Ивани Шули собирается спасать эту ситуацию и вырваливать отсюда. Ну вот, кстати, по поводу россиян, тут есть сообщение, что уже сообщение в телеграм-каналах, что начинают ехать назад в Россию. Да-да-да, я же говорю вам. Мне вот интересно, на самом деле, а они же понимают, что на границе, если там будут присутствовать мужчины призывного возраста, что им могут элементарно раздать повестки, как минимум, в военкоматы. Или спасибо Грузии, или не спасибо Грузии. Может быть, они даже и не говорят. Мы поехали назад в Россию. Как вы видите себе эту ситуацию? Давайте не будем особо по этому поводу переживать, что им вручат и что им нет. Я думаю, что они сами там разберутся. Я думаю, что просто те комиссары, которые их будут там выжидать, станут миллионерами за несколько часов. И никто никого призывать не будет. Ну, а другая часть будет, и о другой части давайте посоветуем, кто нас посмотрит, сдаваться в украинский плен и спасать свою жизнь. Есть телеграм-каналы, чат-боты, есть правила сдачи в плен. Если они хотят спокойно жить и хотят все-таки сохранить себе достоинства и как-то спасать свою страну, то они должны в этом участвовать, естественно. Как быстро, на ваш взгляд, вернется тот уровень договоренностей с Европейским Союзом, с Североатлантическим Альянсом, уровень дипломатических отношений с соседями, давайте скажу откровенно, и с Украины, учитывая те громкие заявления, которые звучали нелицеприятные в сторону Украины от нынешнего правительства Грузии. Как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы вернуть все на тот уровень, на котором оно было до вот этих всех... Ну, как только мои родные грузины уберут этот мусор, политически вынесут его, и там придут нормальные люди, которых украинцы хорошо знают уже, которые все это время поддерживали Украину, переселенцы проводили там демонстрации, на всех уровнях скандировали и мобилизировали наших международных друзей, так же и так далее. Это случится очень быстро, восстанавливать. Политические отношения будет очень легко. Между народами ничего не происходило, слава богу. Все прекрасно знают, что грузины глубоко болеют и публично, наверное, лучше всех и больше всех поддерживают Украину по-человечески, к сожалению, не как государство. Самое большое количество грузинских добровольцев, иностранных добровольцев, это представители именно Грузии. К сожалению, самое большое количество потерь в иностранных легионах и иностранных граждан, это также, к сожалению, мои соотечественники грузины, которые погибают вместе с украинскими братьями и сестрами. Поэтому я думаю, что это можно сделать очень быстро. И я лично и все мои друзья продолжим к этому максимальное усилие. Сейчас, да, я прошу прощения, смотрю сейчас Freedom, наш телеграм-канал. Здесь есть прямая трансляция из Батуми. Там митингующие в Батуми поют гимн Украины. Много людей собралось именно с нашими флагами. Вот видите, а мы говорим сейчас, ну, будет ли легко останавливать. И, конечно, будет очень легко и быстро это все восстанавливать. И для Украины вернется очень надежный партнер, и вдруг на Кавказе и в регионе, и легче будет это все продавливать. Естественно, в глаждах международных партнеров придется поработать. Но там тоже будет легче, потому что, ну, нас знают. Они видели уже, что такое современная Грузия. Настолько быстро современная Грузия тогда устраивалась. Настолько высок был стандарт и политики международных отношений, и уровень государственного аппарата, и отношения к Западу, и так далее. Грузия очень глубоко европейская страна с традициями. Грузия должна просто вернуться в Европу, поскольку она всегда была европейской. А никогда не была частью Востока, она всегда была частью Европы. Просто это надо оформить. К сожалению, потеряли время из-за вредителей, из-за которых Грузия не получила кандидатство. Но это нужно исправить. Давид, вам большое спасибо за этот анализ и подробности по Грузии. Вы, как никто, знаете хорошо ситуацию в своей родной стране. Давид Сакваралидзе, заместитель генерального прокурора Украины в 2015-2016 годах, а также депутат парламента Грузии в 2012-2015 годах, и первый заместитель главного прокурора в Грузии в 2008-2012 годах, только что был с нами на связи. Продолжение следует...